Алекс и Краб получали мало игрового времени и решили перейти в народную команду и Кикстаун, чтобы стать основными игроками. Хотят ли ребята вернуться в Тудроц? И как обстоят дела в их новых командах? Мы подошли к ним с этим вопросом. Но прежде стоит напомнить, что спонсором этого канала являются наши друзья из Бэтбум. Это лучшая букмекерская компания на территории России. У ребят проходит куча акций и розыгрышей, одной из которых является РПЛ 2.0. В ходе которой, если вы ставите на матч Российской Памерлиги и команда ведет с разностью в два мяча, ставка автоматически считается выигрышной. Проходите по ссылочке в закрепленном комментарии и выигрывайте вместе в Бэтбум. Бэтбум, открой игру! Почему решил уйти из Тудроц в аренду? Для получения игровой практики, подводитель класс, но еще лишь так будет лучше. Смотри, Олег Вагабон говорил, что у него также были идеи, мысли уйти из Тудроц в аренду, но тренерский штаб дал ему понять, что, скорее всего, когда ты уходишь, у тебя мало шансов вернуться. Как у тебя обстоят дела в данной ситуации? Мы поговорили с тренерским штабом, первоначально я поговорил с Ротарским и с Викторовичем я поговорил. И мы решили, что будет хорошая идея, что я уйду в аренду, поэтому меня ждут обратно. И руководство, и тренерский штаб меня ждет обратно, поэтому я думаю, что я вернусь в 100%. Но если меня примут обратно. Почему ты сегодня не играл так? Потому что было бы некрасиво по отношению к Куртрю, он сыграл хорошие две игры, в стыках протащил первую игру, он сыграл на ноль. И главный тренер мне сказал, что будет некрасиво по отношению к нему, и я спокойно это воспринял, все понимаю. И, наверное, я с ним даже согласен. Я правил с ним всего две тренировки, поэтому он радующий. То есть тебя брали на роль основного, и в следующих матчах ты будешь в основном смотреть? Да, но при переходе 100% была договоренность, что я буду играть и буду основным. Нет переживаний о том, что ты рост сейчас ищешь нового вратаря, и с его приходом шансы свои вернуться могут понизиться? Я привык к конкуренции и люблю конкурировать. Ну, придет, придет, буду конкурировать, буду конкурировать и буду выигрывать конкуренцию. Почему Кикстаун? Просто потому что ты единственные позвали? Нет, предложение еще от White Nights было, но я о нем узнал уже, когда я пришел в Кикстаун. Поэтому, не знаю, Кикстаун просто потому, что я хорошо общаюсь с Сашей Беспаловым, всех пацанов знаю, кто здесь играет, и поэтому выбрал Кикстаун. Сам не хотел какие-то топовые команды выходить, которые нуждаются в вратарях? Нет, я вообще в целом никогда, у меня не было желания уходить из Судроца, я не хотел выходить на кого-то, я самостоятельно ни на кого не выходил. Ты до конца турнира, получается, с Кикстаун? Да, до конца МФЛ, и потом возвращаюсь в Судроца, но на кубок, вроде как договорились, на кубок я летаю с Судроц. Я же летаю. То есть ты сейчас совмещаешь две команды по факту? Ну, по факту да, но, как бы, не знаю, посмотрим. Пока что я в Кикстауне тренируюсь здесь. Как думаешь, почему некоторые, когда уходят из Судроца, не дают шанс вернуться, а у тебя такой шанс имеется? В чем разница? Пацаны руководства знают, насколько я предан команде, и они знают, насколько я люблю Судроц. Поэтому я, тем более, в хороших отношениях всегда, когда надо, всегда выручу, поэтому я думаю, поэтому меня ждут. Потому что я выходил без конфликта, без всего, и я не возмущался от того, что я не получаю игровой практики, а просто работаю. Влияло ли на тебя то, что во время МКС ты вроде должен был, как на турнир, быть основной вратарь, тащил серые пенальти, тащил клуб, а по итогу, когда закончился МФЛ, основным на МКС стал Сыч? Нет, мне вообще не повлияло. У нас, я уже много где говорил, мы с Сычом дружим очень хорошо, и у нас нет такой, знаешь, нездравой конкуренции. Мы все понимаем то, что Сыч спокойно, когда я играю, я спокойно, когда он играет. Поэтому нет, не влияло. Не знаю, на тренерское решение такое, значит такое. Размышляешь ли ты о том, что после этого сезона снова, скорее всего, выйти в аренду? Нет, после этого сезона все равно собраться. Как думаешь, надолго ли Сыч основной в РДФ-тудровс? Не знаю, пока играет, это хорошо, с ним команда себя чувствует уверенно, поэтому не знаю. Нет слухов о профессиональном контракте для него? Нет. Тебя зовут сейчас куда-то профессионально? Профессионально нет, если бы был вариант профессионального, я бы поехал играть профессионально, потому что это детская мечта, но не во вторую лигу, потому что вот играя в Кубке России, я смотрю на уровень второй лиги, это не то. Как тебе сейчас в принципе Тудротс в Кубке России? Ну, как три победы, поэтому я считаю, что уверенно идем. Дай бог, чтобы команды ПНЛ, которые сейчас будут, также уверенно играли. А нет мысли после побед, что вторая лига полностью проигрывает? Медийный, ну или как минимум Тудротс? Ну, как минимум, ну Тудротс я думаю, да, сто процентов проигрывает, потому что был премьер из Родины Медиа, они громко кричали, что они самые сильные команды, и они улетели в первом же раунде. Был Амкал, ну там текстильщик, там хорошая команда, в ситуации с Родиной, типа там, я не знаю, там, я не знаю, там, я не знаю, что было в команде, а нет, знаю, потому что там Джуси был, типа вот поэтому только знаю. Ну, по сравнению с нашей командой, с Тудротс, да, сто процентов слабее. Насколько Тудротс далеко от той сайды, когда они уйдут в профессиональный футбол? Блин, если честно, я не знаю, мне кажется, у пацанов есть мысли сделать профессиональную команду, знать я этого не могу, поэтому, ну, я думаю, близко. А как у тебя проходит сейчас адаптация, после чего уже закончилась, как тебе в народной? Блин, на самом деле адаптация уже давно прошла, наверное. Эту неделю я не ходил, поэтому не могу сказать, как вообще адаптация проходит. То есть здесь сегодня выпустили без тренировочного процесса? Да, да, я сегодня не тренировался неделю из-за голеностопа, вот. Так получилось, что сегодня вышел за дел. Как состояние? Состояние супер, плюс свайп, я бы сказал, вот. Поэтому работаем дальше, надеюсь, будет больше голов, не только с пенальти, и надеюсь, все получится. Физическое состояние как? Ну вот неделю пропустил, и в конце уже сложно было, поэтому не смог я до конца отыграть матч, голеностоп заболел, и физически было тяжело, и я попросил за аренду. В принципе, мысли у тебя не закрадываются, ты тут получаешь много внимания, в себя верят, дают много играть. Есть ли смысл возвращаться в Тудрос? Нет, я думаю, есть смысл, конечно, возвращаться в Тудрос, потому что это задуманная аренда, чтобы здесь раскрыться, показать тренерскому штабу Тудрос, что я готов играть и набрать здесь форму. И я думаю, идеальная команда, где я могу проявить себя и вернуться в Тудрос уже готовым человеком. Как думаешь, это на один сезон аренды, или может быть еще сезончик лишний, в народный? Я думаю, что на один сезон, 5-3 месяца будет. План дойти до финала, мысли не закрадываются оставаться тут, но я благодарен этому клубу, что меня приняли, терпят меня и дают играть. Не грустно, что ты не можешь разделить чувства от победы в кубке вместе с клубом? Не знаю, но в целом я на замене сидел второй-третий сезон, и когда ты смотришь, как твои пацаны выигрывают, ты не можешь чем помочь, потому что тебя не ставят. Это, наверное, грустнее, так скажем. Просто ты присутствуешь в команде и не играешь. Сейчас я смотрю, пацанов радуюсь за них. Они приезжали в Рейл Арбат, мы отмечали в 1-32, когда прошли. Поэтому я всегда с ребятами на съемках, и ничего... Ну, не скучаю, потому что мы постоянно видимся. Все супер. Смотри, Володя считает, что вы главные медийные активы медиафутбола и требуют для вас большие зарплаты. По слухам, твоя зарплата в Народной около 500 тысяч. Насколько это правда? Ну, не могу сказать, насколько это правда. Ну, ты считаешь, что заслуживаешь такую зарплату? Ну, если... Я думаю, да. Спасибо. Продолжение следует...